Многих людей интересовало, насколько качественно построены их новые квартиры, будет ли благоустроен подъем к дому, поставят ли во дворе детскую площадку. Это все предусмотрена проектной документацией, отметил мэр. Он напомнил собравшимся, что квартиры по федеральной программе переселения из ветхого аварийного жилья предоставляются из расчета метр в метр. Необходимо понимать, что по этой программе переселение производится в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность жильцов. Из федерального бюджета выделяются средства на покупку квартир под квадратные метры. Все, что больше, оплачивается уже из городского бюджета. Есть закон, по которому мы работаем, и он предусматривает А. Это переселение с аварийного фонда квадратный метр на квадратный метр. Б. Эти квартиры должны приобрестись на конкурсной основе в границах муниципального образования. Важно отметить, что в программе по переселению нет ограничений по районам. Главное, чтобы квартира предоставлялась в пределах города. Однако глава курорта Анатолий Пахомов настоял на том, чтобы жителям центрального района были выделены квартиры именно в центральном районе. Так, например, жителям Бараков на Гагарине, Инжирной, Воровского, Рос, Перелетной, Новороссийском шоссе и переулке Севастопольском до конца года предоставят квартиры в новом доме на Вишневой. Делать это было нелегко, так как на покупку квартир для переселенцев выделяется всего по 58 тысяч за квадратный метр, при средней рыночной – порядка 80 тысяч. Причем новое жилье должно быть уже отремонтировано, оборудовано сантехникой, кухонной плитой. Заселиться в своей новой квартире жители Бараков смогут как раз накануне Нового года. Добавлю, что с 2012 года в Сочи из ветхого жилья уже переселили тысячу семей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова